В интернете запрещены нецензурные брани, призывы к насилию. Самый короткий месяц в году оказался богатым на новшества. В феврале вступает в силу ряд изменений в законодательстве. В основном они коснутся автомобилистов, бизнесменов и пользователей социальных сетей. Обо всем подробнее далее. Теперь соцсети сами будут блокировать противозаконный контент. С 1 февраля вступил в силу соответствующий закон. Он обязывает владельцев социальных сетей удалять противоправную информацию. Например, данные об изготовлении и использовании наркотиков, детскую порнографию, призывы к самоубийству, информацию, которую выражает явное неуважение к обществу, государству. А также призывы к массовым беспорядкам. Кроме того, в социальных сетях теперь запрещено использование нецензурной брани. Также с 1 февраля вступает в силу приказ Минздрава России. Теперь врачи смогут ввести карты пациентов в электронном виде. Данные о своем здоровье россияне смогут посмотреть на портале госуслуг. Решение о полном или частичном переходе на электронный документоборот принимается медучреждениями на свое усмотрение. С 1 февраля автолюбители не получат разрешение на тюнинг без заключения испытательного центра и протокола проверки. Кроме того, после тюнинга машины ГИБДД не выдаст свидетельство об осмотре авто без проверки испытательной лаборатории. Владельцам, которые незаконно переделали свои автомобили, грозит штраф в размере 500-800 рублей. А также автолюбители должны за свой счет привезти машины в исходное состояние в течение 10 дней. Также в феврале будут проиндексированы все социальные выплаты, пособия и компенсации. Их повысят на 4,9%. Прежде всего это касается семей с детьми, людей с ограниченными возможностями, ветеранов боевых действий и другие категории льготников. Еще одно нововведение февраля коснется работы малого бизнеса, небольших магазинов и предприятий сферы услуг. Теперь в кассовом чеке обязательно необходимо указывать наименование товаров, работ или услуг, их количество и цену.